Девушки отдыхают Косильщикам приходится работать аккуратно, особенно около машин. Необходимо уменьшить скорость триммера, чтобы не испортить чужое имущество. Для работы каждому сотруднику выдается спецодежда, электрокоса и 5 литров бензина. Его вполне хватает для выполнения установленного покоса. Помимо электротриммеров в этом году снова стали использовать косы колясочного типа. Их применяют на ровных поверхностях. Всего в одну смену работают до 60 человек. У нас две смены. Первая с 7 утра и до 2 дня, а потом вторая смена уже с 3. Пока туда-сюда, это так согревается. Сначала работа освоена 610 тысяч квадратных метров в Зашекснинском индустриальном районах. Площадь выполненной работы равна 85 футбольным полям. В Заегорском и Северном косить начали со вчерашнего дня. Там за день освоили около 60 тысяч квадратных метров. Помимо ручной техники в городе работают и машины. Две единицы техники на постоянной основе выходят на покос. Это два бобкета с косой. По ним затруднение только одно. Еще достаточно сырая земля на газонах. И мы по погодным условиям и оценивая территории выбираем такие, где механизировано мы уже можем работать. До покоса территории прибирают от мусора, камней и веток. Траву начинают косить, когда она становится больше 15 сантиметров. За летний сезон городские газоны полностью обходят три раза. Работы много, а рук не хватает. Компания «Спецавтотранс» приглашает желающих поработать на свежем воздухе и потрудиться на благо города и себя. Юлия Попова, Сергей Павлов. Новости.